Один из самых главных мифов о Японии в том, что суши являются традиционной японской едой. Это миф. Это миф. Объясним, почему миф. Если мы говорим о традициях, то традиции должны отматываться, ну, как минимум, на сто лет назад. Больше. Да, ну, я говорю, как минимум, Юрий Андреевич, вы меня услышите правильно, да? То есть, как минимум сто лет назад. Если мы берем вот этот цикл сто лет назад, то для японца сто лет назад рыба, тем более редких сортов, которые нужно ловить далеко от берега, это было невозможно. Потому что Япония сто лет назад была очень бедной страной. Очень бедной страной. Не все знают историю Японии, она во многом тоже придумана и мифологизирована, как и наша история российская. Так вот, скажу так, что традиционная еда японцев, традиционная, это только, подчеркиваю, только растительная пища. Вот, слушайте, вот это я вас прям не просто как... Только. И более, сейчас я еще вставлю пункт. Ни о каком молоке, сыре речи быть не может. Это отравляющее вещество для азиата. Это просто, это смерть. Нет, нет, сейчас скажу, оно отравляющее для всех, то есть просто в большей степени у некоторых народов, которые долгое время это потребляют, может продукты распада как бы коксоваться, концентрироваться и утилизироваться. У кого-то в большей степени выводится меньше продукты эти распады, но травят всех и всегда. Да, поэтому даже в странах северных, где тысячу лет там как минимум было молочное животноводство, самый высокий процент остеопороза, того самого, от которого пытаются врачи защитить бедных детей и их родителей, заставляя пить больше молока и творога и сыра. Действительно, в Японии до 60-х годов, пока американские, так сказать, товарищи не принесли вот эту культуру свою, в кавычках назовём, они молоко не пили, стали пить. Или даже ранее исследовались данные, когда японцы, уезжая из Японии, например, в Америку поселяясь, да, начиная потреблять ту пищу, что едят американцы, гораздо, разумеется, быстрее стали иметь те болезни, и которых вообще не имели в Японии при том питании, на котором исторически они были. Первое, что онкология, в абсолютном правде. Да, я этот вопрос серьёзно изучаю, поэтому хоть и в Японии не было, безусловно, всё это знаю. Кстати, вот ещё, что мне рассказал человек один, а вы мне скажите, что, так сказать, вот поправьте, если что, но очень, который тоже изнутри всю тему вот эту знает, изучал, что более 300 лет в Японии было на законодательном только уровне запрещено потреблять мясо животных, как именно осквернение своей души и страшное преступление. Абсолютно верно. Я вам скажу так, что этот закон не нужно было бы прописывать вообще. Да. Закон был выпущен только с одной целью, чтобы не происходила ассимиляция чужой культуры, когда стали приходить мореплаватели, суда, берега на Японии. Этот закон был выпущен не для японцев, а он был выпущен для иностранцев, которые внедряли культуру питания. Ну, как это выглядит с точки зрения бизнеса очень просто. Ты привёз двух поросят на остров, из двух поросят в течение года сделал 20 и их продал. Вы понимаете, да, о чём речь? Да, конечно. Да, задорого причём. Разбавил всё это алкоголем и получил доходную часть. Культивировал мифологизацию питания и всё. Изменил культуру питания и всё. Дело в том, что, да, американцы изменили культуру питания современной Японии. Это реальный факт. В мегаполисах изменили культуру питания. Японцы потребляют на сегодняшний день мясо. Это тоже факт. Если мы говорим мясо таких животных, это в большей степени, подавляющее большинство, это всё-таки говядина. Они едят говядину, но едят её крайне редко. Скажу так, что если мы придём в супермаркет и будем наблюдать за едой, да, что японцы потребляют, мы увидим, что предпочтение отдаётся в 95% случаев рыбе. То есть женщины подходят, они берут рыбу. Ну, само собой, да. Да, рыбу. Но, опять же, если мы говорим о рыбе, да, то есть мы говорим только о свежей замороженной рыбе, она не приветствуется вообще никак. Есть, если мы говорим о рыбе в ресторанах, в которых они едят суши, да, они разработали технологию шоковой заморозки быстрой, да, то есть продукт. Они потребляют неокисленный продукт, менее опасен, я бы сказал так, менее опасен для нашего организма. Совершенно верно. Безусловно. И ещё, что касается культуры питания, когда вы приходите абсолютно в любое заведение Японии, вам всегда перед едой принесут без денег стакан воды. Да, это правда. Это как такой священный, я бы даже сказал, лакт. То есть такой некий, уже даже вот уходящий, так сказать, ну, у нас тоже, как говорится, и перед смертью стакан воды не подашь, помните вот эти выражения. То есть вода, она во всех культурах ранее, поскольку все были ведические изначально культуры, это основа жизни, это люди понимали, без всякой науки, без всяких молекул, потому что это, как говорится, с молоком матери. Вы сказали про мясо, закон. Есть книга, я не помню её название, как японцы видели европейцев 100 лет назад, там 120 лет назад, по-моему, период описывается. И там чёткое описание, что это люди, которые едят трупы животных. Изумительно. Слушайте, а книга на японском? Давайте я посмотрю, как она называется, и я вам скину в ближайшее время на почту. Да, эта книга на русский была переведена? Да, конечно, конечно. Я вас очень прошу, и наши зрители будут благодарны. Кстати, а вот скажите, пожалуйста, Игорь, может быть, не будете против, если, конечно, будет интерес проявлен, а я не сомневаюсь, отдельно, может быть, какую-то небольшую, как будет у вас время, записать такую передачку про именно вот интересные факты, связанные вообще с наблюдениями по, поскольку вы пытливый ума человек тоже, вот ездите, анализируете не так, как обычно европейские толстопузые туристы, а с мозгами. И поэтому про наблюдение здоровья, про питание, про какие-то вот нюансы, так сказать, прочие, это ведь с этой точки зрения практически никто ничего не рассказывал о Японии, вот так вот широко. Как вы смотрите на это? Да, с огромной радостью. Дело в том, что вы абсолютно правы. Наших туристов в большей части интересуют магазины, из которых они выходят очень разочарованными. Знаете, почему разочарованы? Да, потому что, потому что там брендовая одежда, она безумно дорогая, вот это их очень сильно разочаровывает, там нет подделок практически, да, крайне редко можно встретить, вот, и она их, наших туристов разочаровывает. Второе, они пытаются попасть в гламурные, в нашем представлении, ночные клубы Японии, и там их ждет очередное разочарование, что они ненавеяны таким лоском, как в России, как в России. Скажу так, что, конечно же, когда вы приезжаете в другую страну и начинаете там жить какой-то промежуток времени, вы органично сливаетесь и погружаетесь в эту сферу. А туристы, вот, которые посещают, вы правильно сказали, что их больше интересуют поверхностные развлечения, к которым они привыкли у нас. И пытаются поймать, как есть хорошее выражение, кайф, да, от развлечений таких же, но более изысканных.